Господь! Чувствуете, вот, подгорелый, вот, запахло, вот, что-то, вот, кого-то бомбит. Кроватность. У филы и трехи немного подгорают. У филы и трехи подгорают. Подгорают у коленного мастера, твоей мамы. Ну, блин, по-моему, все. Вот она вот. Да, ребят, да, спасибо большое, спасибо большое, на самом деле, Антону, за такое чудесное мероприятие. Да и, я не знаю, на самом деле, что сказать. Я три года вот эту вот хрень ждал, реально. В том году еще оделся, в смокинге тут стоял, ждал, чуть ли не заплакал. Сейчас, ну, сейчас я реально очень сильно рад. Спасибо большое, ребят, всем, кто голосовал за меня в инстаграме, вконтакте. А вообще, всем, хорошо. Ребят, спасибо большое. Привет, друзья. Мы с вами находимся на, возможно, самой последней кальяной выставке в России на Джон Кальяна летний 2020 год. Обычно кальянов уже не будет, будут только вот эти вот кальяны в стакане. Дезинфекция рук, коронавирус. Если я попрошу из своего шланга подкуриться, ты мне дашь? Нет. Да, Эля, в этом году у тебя лифт завезли? Сука ты, Марик. Они были обнаженные, там титечка была видна. Все верно. Покажете, нет? По сути, деблюсе это был брак, но сейчас они его возрождают. Кальян за 120 тысяч рублей. Да, это возрождение дружеских отношений. Хотя, хуй его знает, я думаю, что нет, Славы и меня. Но это давно уже. Давайте поближе подождите, пожалуйста, девушка. Можно, нет? Вы там поковыряетесь? Потом, попозже. Марик, осторожней. Ты нам нужен такой. У нас крупный лист. Мы не про тебя раз поговорим, а про чай. Запомните, я Марик Зома. Подписывайтесь на меня в инстаграм. Марик Зома. По НКП Русь. Та же самая площадка, что и было в прошлом году. И хотел вам сказать, ребят, я так соскучился по коляным мероприятиям. Я так хочу для вас снять классно, круто. Чтобы вы пострескали, блин, Марик, красавчик. Воткнули лайк, скинули друзьям. Чтобы они подписались, чтобы вы подписались. Короче, реально у меня дикое желание внутри снять для вас классно. И я по всем соскучился. Мы когда заходили, нам дали раздаточный вот такой вот материал. Всем на входе выдается. Давайте сейчас сделаем небольшой обзор. Это вот такой вот одноразовый шланг с логотипом DarkSide. Вы видите, концепция нынешнего мероприятия у нас такая, что все ходят со своим шлангом, присоединяются к кальянам. Я вам покажу в дальнейшем. И курят кальян. На Джон Кальяна все кальяны, которые сейчас находятся, они без шлангов. Ты должен присоединить свой шланг для того, чтобы покурить какой-то вкус. И вот мы когда только зашли, это VIP вход, мы зашли, нас тут встречают кальян в стакане. Реально это не мы подготовили. Он тут просто стоял. И вот это вот, прошу прощения, хуйня, выиграет обычный кальян. Ну, в 2021 году это точно. Обычных кальянов уже не будет. Будут только вот эти вот кальяны в стакане. Кто это сделал, не знаю. Ну, сделано отвратительно. Ладно, ребят, давайте прямо сейчас покажу, что у нас лежит дальше. Что-то от бруска в пакете в таком. Килограмм угля. Фаст кока – это кокосовый уголь, который можно разжечь просто зажигалкой. О, вот это от северного хорошо. Ох ты, 25-ки северный, вкусные новые северные. Блин, это прикольно, даже очки от северного есть. Есть игральные карты, друзья. Кто хотел себе купить игральные карты, мне очень много в директ писали, типа, Марик, продай игральные карты, пишем северные и так далее. Бесплатно их раздаем на Джон Кальяно Лаунж. Ну, и в целом их можно будет даже купить на Джон Кальяно. Да почему Лаунж-то? Джон Кальяно Фести. Чебака, в целом неинтересно, просто чебака. А, это септик, я так понимаю. Бруска, неинтересный этот чай. Раздаточный материал. Хайп – это чай. Вот это, кстати, прикольная штука. У Северного нового такая баночка написано «Открой меня». Когда вы ее открываете, у вас там будет номер. С этим номером вы регистрируете, в общем, этот номер, и у вас есть шанс выиграть прикольные призы от Северного. Прикольно, на самом деле, один из, наверное, самых дорогих welcome-наборов, наверное, правильно так сказать, который вообще у нас был в кальяно-индустрии. Дорого, богато, прикольно. Джон Кальяно, вы молодцы. Пока я иду до Северного, возложил на себя большую огромную миссию. Хочу побороть и убить коронавирус везде. Дезинфекция рук. Коронавирус. Да подожди, постой. Ты кушать пошел? Нет, пока нет. Давай руки, чтобы коронавирус убить. Чтобы руки мыл, конечно. Мне Антон сказал, что я борю с коронавирусом. Вы его распространяйте, я его борю. Аня, Анька, Аня. Коронавирус. Вот он, стенд Северный. Я вам скажу так, ребят. С пылу, с жару, как говорится, сразу записываю. Я еще не успел даже закинуть вещи. Я только что приехал на автобусе. И вот дошел до стенда Северный. Пиво и сидр это от Северного. Интересно. Это единственный стенд, который предлагает пиво. Также есть футрак. В прошлом году съели все. То есть часов до 3-4 дня пища и еда была. Потом все проголодались и съели все. Это дезинфекция. А в рот надо брызгать? Ну я могу. Ну не стоит, наверное. Не стоит, не стоит. Мне не надо показывать, что есть у тебя. Давай я тебе попсюгаю, ты мне попсюгаю. Давай. Хорошо. Давай. Коронавирус китайский, септик китайский. Это ничего не работает. Все накладывается друг на друга. Какая красивая смок-энджел девочка прошла. Мы обязательно потом поговорим с их попкой. Вот такая вот дегустационная зона от компании Северный. Да, друзья. Честно скажу вам, выглядит необычно. Все присасываются со своим шлангом, все ходят со своим шлангом. Впервые в жизни калияный фестиваль, калияное мероприятие проходит с индивидуальными аксессуарами. Без индивидуальных аксессуаров вы просто-напросто не сможете покурить на каком-нибудь стенде. Также есть зона закупись называется. Интересная такая. Можно приобрести персональные муштуки. Футболки, снэпбэги, чебуреки, холодильники. Идем дальше. Вот наша шестерка. Ну, как вы знаете, Северный всегда делает антуражные красивые вещи. И шестерку мы опять нашли на нашем мероприятии. Кстати, мангал стоит, уголь, уазис. Я отсюда вижу мангал. Смотрите, сколько там угля. Открывай рот. Коронавирус. 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 Что это? Давай ручки тебе. Что-то в рот мне хотел посунуть. Давай руки обработаем тебе, чтобы не было коронавирус. Да что у тебя руки трясутся? Потому что я не ожидала, что ты в рот будешь брызгать. Никто не ожидает, а я попадаю. Давайте попросим пивка нам налить, глянем какое. Я могу пиво взять? За него платить надо. Сколько стоит пиво? 300 рублей. Спасибо. Очень вкусное пиво. Проверять, конечно же, мы на вкус его не будем. Но хочу вам сказать, что пиво классное. Покупайте пиво за 300 рублей. Спасибо. Давайте хоть попробуем что-то новенькое, я не знаю. Что за вкус у нас? Черничный четверг, курица 56 минут. Проверяем. Ну, для 56 минуты прям хорошо курица. Здравствуйте. А, нельзя здороваться. Давайте вот так будем здороваться. Вот так, смотри. Вот так вот тебе на ручку. Ты берешь, брызгаешь мне на ручку. И мы с тобой соединяемся воедино. Как зовут? Кирилл. Кирилл, как тебе новая система дегустации, что ты приходишь со своим шлангом одноразовым и вставляешь в кальяны? Удобно того времени, пока не пропадут коннекторы. Что куришь сейчас? Малина в законе. Время курения 12 минут. Как тебе? Если я попрошу из своего шланга подкуриться, ты мне дашь? Нет. Правильно, молодец. Вот у человека есть социальная ответственность. Нет распространения у коронавируса. Руки обработали, дистанцию держим, только маски почему-то нет у тебя. Я решил не выделяться, а то тут как-то не принято, кажется, маску носить. Ходи в маске. Честно, не знаю. Блин, так-то очень, блядь, говорю в мундштук, ребят. Очень непривычно со своим шлангом ходить. Я не знаю такого табака, который был бы лучше северного. Реально, клянусь вам. Я не защищаю продукт, но реально, мне так кажется, естественные, классные вкусы, которые нехимозные и отлично легли на табачный лист. Рядом с нами новый табачный бренд. Кто-то его называет Rolls-Royce. Среди табачных производителей он называется Peter Rolf, наверное, можно так сказать. Это табак принадлежит компании BeFree, Burn Tobacco. Кстати, в прошлом году они тоже снимали этот шатер. Это самая дорогая площадка, самое дорогое место на всем Джон Кориано. По-моему, этот шатер там по 400 квадратов, если не больше. И он самый дорогой. Цена, которая в застройке, она отличается от цены, которая за место. То есть за место цена, по-моему, там 1700, что ли, застройка там типа так же. В районе полутора миллионов там где-то выходит все это дело. Но вот этот стенд, я, знаете, не финансист, не экономист, не оценщик. Но я вам могу сказать, что он супер дорогой. Здесь находятся вентиляторы через каждую, наверное, 10 метров. Они создают комфортную атмосферу, температуру для того, чтобы тут не было парникового эффекта. Здесь находится фри-бар. Народу очень много, потому что все хотят выпить, охладиться. Не знаю, алкогольные, безалкогольные напитки. Все есть. Вот как раз этот табак, который сейчас шумит в интернете. А у вас шланги не одноразовые. Почему? На входе, насколько я знаю, раздавались одноразовые шланги. И если гостю это нужно, то мы можем ставить притирку и выпаковать через свой одноразовый шланг. Давайте сделаем, потому что это же распространение коронавируса. А мы против распространения коронавируса. Да, сейчас попробуем. Вкус. Дымная жвачка. Система такая, что убирается обычный мундштук, многоразовый. Вставляется переходничок в виде силиконового шланга-отрезка. И вставляется дальше одноразовый шланг. Что по крепости? По крепости где-то сегмент мосхева-дафта, ближе к среднему. Ну, пока что здесь, я так понимаю, сколько по времени? Давно уже курится, да, табак? Сейчас замены делают с новой чашей. Ну, дыня чувствуется, бесспорно. Ну, знаете, пока что вау-эффекта нет. Ну, конечно, это уже остатки. Мы курим остатки, поэтому мы сейчас не будем оценивать. Обязательно подойдем чуть-чуть попозже. Может быть, туда подойдем. А где новенькое можно попробовать? Мы сейчас попробуем новенькое. То, что поставили сейчас. Сладкая шелковица. Вот я бы сладкую шелковицу, шладкую солковицу покурил бы. Ну, по крепости где-то на 4-5. По вкусу, ну, в целом, приятно курица. Но я не скажу, что это Rolls-Royce, честное слово. Но в целом пойдет неплохо. На 4. Да. На 4 из 5. Или на 8. Или на 7 из 10. Можно так сказать. Смотрите, у BeFree Quake Concept. Вот видите, сверху Free Bar написано. И логотипы. Black Burn. Просто Burn светлый. BeFree и Peter Ralf. Ralf. Я не знаю. Уже 4. 4 бренда. Это как уже мини-холдинг получается. Диверсификация рынка. Отлично. Ребята отлично работают. Молодцы. Лобода, да не совсем. Ой, как это. Попробуй, Олег. Давай я возьму камеру. Так, Олег пробует. Он, в целом, вообще алкоголь не пьет. Давайте я сделаю сейчас быстро обзор Олега. Смотрите. Олег ходит вот с такой вот сумочкой. Там у нас находится переходник, радиопереходник на микрофоны. Посмотрите, как он вообще оборудован. Сверху у него сенхайзеры. Наушники, чтобы слышать меня, как я разговариваю. А разговариваю я хорошо. Да ведь, Олег? Вот видите, я говорю, а он уже меня слышит. Ладно, мы идем дальше. Здравствуйте. 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 А кого вы сейчас изображаете? Мы статуи. Античные статуи. А, как я знаю, античные статуи, ну, в Греции, да, там или где-то в Риме, они были обнаженные, там титечка была видна. Все верно. Покажете, нет? У нас такая статуя стоит чуть дальше. Там две обнаженные титечки. Все, мы пошли смотреть. Спасибо большое. Ну, титечку нам... Я пытался, ребят, для вас специально пытался, не получилось, не портануло. А где можно купить чашу тучка? Тучка? На стенде Космосу. Да. Нет. На Вермонде. Так, а где у нас девчонки? Да, вот здесь еще часочек будет. Девчонок нет, стенд BeFree, маркет-зона, где вы можете взять сцена. Только что Славик МТМ вещал там что-то. Реально огромный стенд, и тут свежо. Кстати, стоит кондиционер, смотрите. Да тут реально холод, ох ты, ёпт. Там, наверное, 27 градусов. Ну, там не 27, там прям, смотрите, прям холодом херачит. Чуть ли не снег сейчас пойдет. Очень прохладно. Все, вот так замали. Спасибо тебе. Спасибо большое. Стенд-элемент поделен на две части, я так понимаю. Здесь можно покурить три линейки. Воздух, вода и земля. В центре стоит фонтан. Кстати, это очень красиво выглядит фонтанчик. Можно даже руки помыть. Очень, очень классно. Можно даже умыться, потому что на улице реально жарко. Активностей. Ну, дегустационная зона. Прикольные светильники. Очень много народу, пока нет смысла пробовать. Лучше пойдем с собой в зону, сюда вот, в VIP-зону, и там что-нибудь попробуем. Хотим сейчас найти, не знаю, кто-нибудь из руководящего состава. Пока что никого не увидел. У меня руки только что у вас в фонтане помыл. Что можно... У вас есть какие-нибудь новые вкусы сейчас? Сегодня мы представили от воздуха Марула. Лицей, который недавно буквально вышел в продажу. Дынный холлс. И четвертый, что-то вспомнить. Не могу, на воде гранат. Что-то из представленного есть? Сейчас здесь. Здесь в B2B можно вообще любой коляк. Нет, прямо сейчас попробовать, чтобы не ждать. Вопрос, сейчас спросим. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Полина. Полина очень красивая. Спасибо большое. Вы как модель работаете? Да. У вас условие было такое, ну, от Элемента, чтобы вы были без лифчика? Вы повторяете, в прошлом году был большой вопрос. Конечно, да. Все верно. Я его как политика ставлю без ответа. Пусть это будет загадка. Потому что на каждом стенде, ой, на каждом стенде каждый год девочки из Элемента ходят без лифчиков. И когда задаешь вопрос, они все-таки, типа, теряются, не знают, что сказать. Типа, мы как бы... Ну, так получилось. Загадка же должна какая-то оставаться. Это точно. Вам... Вы второй год, да, работаете с Элементом? Да. Нравится? Все хорошо? Все очень нравится. Сами кориан курите? Нет. Дэля... Дэля, привет. Мусор какой-то. Вы волосы зарастили, да? Нет. Это новая система такая, короче, просто засыпаешь, мечтаешь, воображаешь, просыпаешься и ты Рапунцель. Оля. Дэля. 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 Ты можешь послушать. Да. Это... Марула. Похожий на что? На Маркуя. Дэля, в этом году у тебя лифт завезли? Сука ты, Марик. Марик. А ты рожала? Мне Марик задает вопрос. Дэля, а ты рожала? Говорит. Нет. Я еще не рожала. А титки на лифте спустились, как будто рожала. Лифт завезли и надо было вот так сделать, да? Ну, нет уж. Я воспитанная девочка. Зато смотри, какая у меня футболка. Элемент моего гардероба. Оооо. Простя. А что тебе нравится нового из элемента? То, что сделали? Линейка воздух. Я всегда думала то, что буду курить только линейку воду. Только линейка вода. Ну, нет. Я прям жестко подсела на воздух. Мне привезли воздух. Ну, мерч набор. Я его прокурил. Вот. Воздух конкретно мне не нравится в плане крепости. Я не чувствую ее. Ну, это реально воздух. И я вот... Легонечко. Я чисто на воде. Вода это хорошо. А воздух для меня прям не подходит. А для кого воздух? Воздух для девочек. Таких милых, как я. Соответственно, да. Для тех людей, кто любит полегче. Ну, таких мало. Ну, честно говоря, ну, заеб на фестивалях. Да хрена. А когда будет воздух? А когда будет воздух? И, ну, такие, типа, покурили. Ну, нормально. А теперь настало время заеба. А когда будет огонь? Да. Ну, вот сейчас... А когда будет огонь? Скоро. Скажи, огонь это я. Я уже здесь. Тебе учить татарскую женщину надо, что ли? Нет. Это пожар. Пожар, да. Ты мне говоришь, что я глупенькая, а она себя посмотрит. Ты пожар. Я ни разу тебе не сказал, что ты глупенькая. Я сказал, что ты, блядь, тупая. Две разные вещи. Шутки шучу. Я, Дэль, я тебя уважаю. Не скажу, что люблю, но уважаю. Как тебе, Марула? Похожа ли на маракую? Сильно маленькая схожесть для меня. Ну, я хочу сказать одно, что, ну, как бы вот для меня, для девочки, да, вот такие вот сладкие. Вкусы тропические. Они все между собой схожи. Ну, и по вкусу, если фрукты покушать, они реально все между собой похожи. Ну, что-то такое различительное есть. Это вкусненько, сладенько для девочек. Ну, блин, воздух это для девочек. Я даже скажу, что вот именно вкус Марула мне прям нравится. Один из самых топовых вкусов у вас в линейке «Воздух» это гранатовый холст. Нравится? Хочу сказать, что это реально вкусно, даже не для девочек. Для пацанов это вкусно, это тропически на самом деле, необычно. Есть один минус. Это крепость, да, она супер, она где-то на 1-2, наверное, вот в этом диапазоне. Спасибо, Дэля, тебе большое. Надеюсь, что мы будем с тобой чаще встречаться на коленных мероприятиях. Надеюсь, что это не последнее коленное мероприятие. И хотел бы тебе еще вопрос один задать. Как ты думаешь, будет ли еще коленное мероприятие? Я в это верю со стопроцентной вероятностью. То, что у нас у всех хватит сил вытерпеть все то, что происходит сейчас. И обязательно... Вот у меня, ну типа процентное соотношение. 30% из 100 то, что будет Джон Кальяна зимний. И 70% из 100 то, что будет Хука Клапшоу в Санкт-Петербурге. Я буду визжать от счастья, если будут в Питере мероприятия. Я тоже очень буду рад, если будут мероприятия, потому что это показательное мероприятие для всего мира. Для всего мира коленной индустрии, наверное, так правильно сказать. Ну и это отличный повод встретиться всем и пообщаться и поделиться какими-то мнениями и мнениями. Все, спасибо, Дэля, огромное тебе. Пока! А мы идем дальше. Друзья, ну вот мы были только что на стенде табака-элемент. Справа у нас тут много всего и хуп, и бончо, и сатир. На самом деле мне очень интересно зайти на бончо. Там очень много народу. Я думаю, что вам тоже интересно узнать, что за продукт, потому что я с ним как бы знаком, но совсем немного. Я курил на зимнем джом кальяна. Вкус земляника. И это было потрясающе крепко, но не вкусно. Было крепко. Давайте попробуем. Кстати, Олег, ты тут видел? Девушка с парнем ходит, и у нее сиськи пятого размера. Вот такие, блядь. Да, где-то здесь. Пиздец. Она на север, она зашла, а там все... Мы сегодня представили линейку пять процентов. Это яркие вкусы. Такой своеобразный инструмент для миксологии. У нас представлен мед, имбирь, лемонграсс, ваниль. То есть определенные ноты, которые мы можем досунуть уже въевшиеся нам миксы. Это тоже на сигарном листе? Да, конечно. Только единственное изменение будет, что это будет посовочка в 30 грамм. Такие вкусы яркие. И дабы позволить себе, можно сказать, такие специи, как на кухне, это будут 30 граммовые баночки. Ну, то есть... Сколько стоит такая баночка? Появится в продаже после выставки. Пока цен нет, после выставки появится. Рублей 300, да? 350. Ну, может чуть меньше. А может быть больше в два раза. Я понял. Ладно, спасибо большое. Хорошо. Спасибо. Пойдемте дальше. Бонче. Бонче. Хороший продукт, но вокруг этого бренда пока нет хайпа. Я надеюсь, что ребята как-то, ну, им получится повлиять на хайп и сделать какой-то маркетинг правильный. Пока что он, как бы, знаете, ну, предаток табачной индустрии. Он есть и все об этом знают, но никто его не пробовал. И нет желания, самое главное, нет желания попробовать его. Вот. При этом сигарный лист. Ну, это лично не только мои мнения, а в целом это говорит то окружение, с которым я общаюсь. Мы идем дальше. Это стенд табака Satir. Привет. Привет, привет. Приветствую. Да. Что у вас есть нового? Нового? Сегодня мы презентуем нашу хукасигару by Anthony Crow, которая сварена на Highland Park. Хукасигара, сваренная на вискаре, на вискаре от Антона Гайворонского. Да, да. Это Highland Park 12-летний. Мы совместили 6-летнюю. Сколько стоит такая сигара? Сегодня на фестивале стоит 2500, но они кончились за полчаса где-то или за час. Давай попробуем. Где можно пробовать? Давай попробуем. Где попробуем. Вот буквально расскажи в двух словах. Как понять? Как понять хукасигару? Как понять? На самом деле, чтобы понимать ее нужно курить. Но стоит всегда учитывать один фактор. Это не ароматика. То есть то, о чем говорят амбассадоры. Что здесь древесная нота, здесь нота сухофруктов, здесь нота ягод. Это оттеночная ароматика. То есть ароматики искусственной нету. Поэтому ярко там например клубничка либо малинка чувствоваться в принципе и не должна. Я правильно понимаю, это больше должна психосоматика уже работать. Что ты понимаешь, что там есть, но где-то, где-то отдаленно. Если говорить про психосоматику, мы на самом деле всегда стараемся заранее не говорить, что лично, например, я чувствую. То есть мы даем человеку попробовать и потом у него узнаем. Но смысл в том, что люди из кальяной индустрии просто боятся предположить. Они привыкли к тому, что малина должна быть малина. А если дать волю фантазии, дать волю реально своим рецепторам и своим ощущениям, он начинает говорить, что ой да, я чувствую древесную ноту, ноту сухофруктов, цедры и так далее. Получается, хука сигарь это иллюзия? Так нет, я об этом и говорю. Это некий инструментарий, просто чтобы его понять, люди из кальяной индустрии немножко вот привыкшие к тому, что на пачке написан вкус, значит так и должно быть. Как ты думаешь, будущее за хука сигарь или хука сигарь это для тех людей, которые уже давно кальяной индустрии и дальше определенных людей она не пойдет? Слушай, я бы не сказал, что прям будущее за этой историей. Если мы говорим про концепцию заведения, про подачу, то да, однозначно будущее за хука сигарой, потому что она позволяет создать абсолютно уникальное предложение для гостя и уникальное предложение, естественно, для заведения. Если говорить про то, что это будущее для домашнего курильщика, либо для, скажем так, каждодневного потребителя кальяна в кальяном заведении, ну, на мой взгляд, нет. Все-таки эта история очень уникальная. Ну, а как ты думаешь, после вашего фестиваля, после презентации, народ будет домой брать, покупать хука сигару? Ответ, да, нет, не знаю. Да, однозначно. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментарии, купили ли вы домой хука сигар за 3 тысячи. Сегодня она стоит 2 500. А в магазинах по России она будет 3 500, я правильно понимаю? Да, да, да. Так вот, вот лично ты купил бы хука сигар за 3 500, чтобы покурить ее и увидеть, почувствовать там нотки сухофруктов, малинки, гвоздички, пряности и чего-то еще. Давай попробуем, да. Давай попробуем. Давай попробуем, да. Я вставляю мундштук. Однозначно. Однозначно, это вкуснее, чем року джин. Это вкуснее, честное слово. Здесь я чувствую вискарь. Есть нотки вискаря, а в року джинне нет нотки джина. Да, на самом деле, в року джинне почему нет нотки джина? Потому что это именно року джин, то есть року это не лондон драй, это не история про можжевельник. Это история про цветочную ароматику, сакура, розы, чайные ноты, перечные ноты и так далее. Вот что я здесь чувствую, это отчетливый вкус, привкус табачного леса, который плавно уходит в чернослив. А в целом, как и любая хука сигара, как и любая неароматика, она дает черносливам. Но здесь есть, конечно, нотки вискаря, но они прям, ну где-то там в килосилометре от вкусовщины вообще. Далеко, далеко, далеко. В целом, могу от себя сказать, что хука сигара это интересно для тех, кто уже не может курить аромку. Я вам говорю сейчас про всех производителей. Хука сигара, она такая спокойная, ненавязчивая и многогранная. Ты можешь дать себе понять, что ты куришь что-то неароматическое и найдешь в неароматике какие-то нотки в ягодах и чего-то еще. Ну да, то есть в любом случае человек отталкивается от своего вкусового опыта и у него ассоциация возникает конкретно вот этому опыту. Это вкусно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, ребят. Что еще нового? Рокуджин, вискарь. Рокуджин, еще мы сейчас презентовали, к сожалению не знаю на каком кальяне, это возрождение линейки Old School. Это кентукки на бурбоне Мейкерс Марк. То есть мы возрождаем то, с чего мы начинали 6 лет назад. Алкогольные истории, крепкие варки и что-то интересное. Сколько стоит? Как обычно не ароматика. Спасибо большое. Спасибо тебе, спасибо. Мы пошли дальше. Это был стенд табака Ассатир. 6 лет они производят уже табак, начинали без акциза. Если вы помните в таких крафтовых упаковках, перетянутых бечевочкой. Так вот, сейчас они возродили эту идею. Они делают крафтовый вот этот пакетик, перетянут бечевочкой, но там уже есть акциза. Все-таки 2020 год. Идем дальше, друзья. Хуб. Там новинок никаких нет. Все, что они презентовали до выставки. Стыд уже у нас в магазинах. Вы можете наблюдать у меня в сториз. Это Хуб Кибер, Субатом Золотой и так далее. Мэтт Пир. Мне интересно посмотреть на Рэдди и интересно посмотреть на палку. Мэтт Пир. Один из лидеров кальяной индустрии в плане кальянов. Начали свой бренд с производства кальянов, которые были на магнитах. И это взорвало весь рынок. Спустя, наверное, года четыре они выпускают палку. Зачем? Для чего? Давайте спросим. Вы начали производство кальянов. Совершенно верно. В 2016 году, да, по-моему? 2015. 2015. Да, да, да. Когда у вас появился самый оккультовый ваш кальян, это Мэтт Пир Симпл. Сначала был оригинал, да. Я про Симпл говорю. Потом Симпл. Можно с него начать, условно. Спустя вот четыре года или пять лет вы производите палку. Для чего? Ну, как для чего? А ты видел вообще эту палку? Если честно, только в обзорах. Смотри. Я тебе покажу. Потому что, вообще, эта вещь, она очень нужная. Мира. Да? Что такое палка от Мэтт Пира? Это универсальная вещь, которой можно развлекаться. Можно разминать травы. Вот и так далее. Вот. А если ты говоришь про наш кальян Рэдди, то это не палка. Палка. Я думаю, вы презентовали палку, потому что в интернете ходили. Я-то... Я понял. Вот это палка, да? Палка. Сколько стоит такая палка? 692 рубля. Сегодня оптовая цена. Суперакция. Дешевле всех на рынке. Это интересно. Молодцы. Рэдди. Рэдди. Хорошо. Где Рэдди? И... Да. Вот. Вот. Рэдди красивые. Почему это не палка? Объясни. Это минималистичный дизайн. Это не палка. Палка это что-то прямое, там, самое дешевое. Это немножко другой подход. Это минималистичный. А как вы будете бороться с мнением, что это палка от Матпира? Потому что вы сами... Нам нужно бороться с мнением. Люди приходят, да, они видят в интернете картинку, но они приходят, смотрят, берут это в руки и понимают, что это не палка, это хороший, качественный кальян. Он тоже на магнитах? Конечно. Он на магнитах. Он высокого качества. Но... Как любой Матпир? Хороший-хороший кальян? Рано или поздно, это люди просто поймут и придут покупать. Короче, все очень просто. Это не палка, просто хороший кальян с минималистичным дизайном. Палка. За сколько стоит Рэдди? Рэдди там очень много разной комплектации. Там от 4,5 тысяч до 9, условно говоря, самая полная комплектация. Спасибо большое. За 12,5 тысяч. Все, хорошо. Я увидел. Сколько уже продали кальянов? Сегодня, ну, где-то штук 250 всего лишь. Рэдди именно. А, Рэдди где-то штук 150. Спасибо большое. Спасибо. Прикольный ли кальян? Я скажу, что, наверное, да, прикольный. Да, минималистичный. Матпир. Матпир есть, Матпир. У меня просто нет никаких эмоций, когда я на него смотрю. Я понимаю, что это хороший кальян, но, еще раз говорю, нет вау-эффекта. Я бы сегодня был бы счастлив найти кальян, который бы на меня произвел вау-эффект. Вот. Мы идем дальше. Кстати, стенд с табаком. Матпир. Вроде как потихоньку исправляется и становится лучше. Идем дальше. Это самый большой, один из самых больших стендов. Это Дарксайд. Они сделали Дарксайд Дистрик. На втором этаже находится лаунж-зона, где можно выпить, покушать. Туда впускают блогеров и дистрибьюторов. На первом этаже, вы видите, это а-ля интервью кабины. Кто-то называет их скайп-румами. Вот. Там идеальная шумоизоляция и можно взять интервью у любого человека, который работает на Дарксайде. Сейчас идет представление линейки Дарксайд Шот плюс 10 новых дропов нового Дарксайд Шота. А также сегодня была презентация Дарксайд Ди Блю Си. Вы помните, наверное, что еще года, наверное, три назад у нас был Ди Блю Си. Вот. И все его любили. Это вкус печенек. Назывался Ди Блю Си как Байкал, но что-то пошло не так. И этот вкус печенек запомнился всем. По сути, Ди Блю Си это был брак, но сейчас они его возрождают. Потому что настолько классный фидбэк был от печенек, что и Байкал на самом деле не нужен уже был. Давайте сейчас пройдем. Попробуем вместе с вами Ди Блю Си. Попробуем новые вкусы Дарксайд Шота. Если вы помните, я снимал ролик про Дарксайд Шот. В целом там есть интересные вкусы. Самый невкусный это Донской Чилл. Не берите Донской Чилл, все остальное в целом курить можно. Реально хороший сбалансированный продукт. Все понимают, что Дарксайд Шот это ответка. Да, в Толу Ин. Только чуть дешевле и чуть-чуть побольше. Пойдемте посмотрим. Давайте мы сейчас спросим у ребят, похоже ли это на прошлый Ди Блю Си, на легендарный. Не побоюсь этого слова вкус. У людей, которые его пробовали. Вов, привет. Приветики. Вопрос. Ты же курил Ди Блю Си до этого? Слушай, я понял твой вопрос сразу. Можно я продолжу? Короче, очень сложно сказать то или оно или нет. Сейчас все хейтеры, вот пять тысяч человек, которые сейчас находятся на фестивале скажут Бля, ДС говно. Был нормальный Ди Блю Си, сейчас сделали какую-то парашу. Вообще не то. Но они не помнят, понимаешь? Я типа в тот момент работал мастером еще в заведениях и я курил его очень много и даже я не помню, какой он был на вкус. О чем говорить как люди, которые там покуривали его дома. Но сейчас тебе новая вариация Ди Блю Си нравится? Слушай, ну это очень хорошая такая сливочная, ну сливочный вкус, реально очень хороший. То есть он на уровне, я не могу утверждать похоже на старый или нет, я реально не помню, да, как бы на сто процентов. Но то, что сейчас есть и Ди Блю Си появится в портфеле Дарк Сайда, это довольно круто. Давайте Димку, да, спросим. Дима работал, Дима, во-первых, похудел на 15 килограммов. Спасибо. Я тебя поздравляю с этим. Можешь у меня жир немного забрать, купить, я не знаю, как тебе его отдать? Ну ты у меня его забрал, слушай. Наверное, да. Мы видим, как бы дача происходит. Ты до этого пробовал Ди Блю Си? Слушай, я пробовал, но я пробовал его не супер много, поэтому у меня, так знаешь, оттеночные воспоминания какие-то остались. Вот как-то так. И то, что я попробовал сейчас, оно то же самое, что диктуют мне мои воспоминания. Хорошо. Можно я попробую, можно вам присоединиться к вам? Он работает еще, нет? Да. Я попробовал Ди Блю Си, скажу честно. И это не тот Ди Блю Си, конечно, что было до этого. Да, он вкусный, и я там чувствую нотки кокоса, сливочности, как раз о чем говорил Владимир. Ну и печенье к песочности, вот это вот тесто, так скажем. В целом мне, ну, не нравится, но прошлый Ди Блю Си как-то, это знаете, как нахло. Старая и новая. Новая она похожа, но уже не та. Старая, конечно, была лучше. И вот по разу Ди Блю Си, это та же история. Старая Ди Блю Си была лучше. Я вам обещал, что покажу Dark Side Shot. Давайте пройдем. И скажу вам, я не буду все 10 вкусов пробовать, но я вам все перечислю. Перечислить 10 новых вкусов Dark Side Shot. Слушай, ну, давай начнем с самого ближнего к нам, сибирский шейк. Соответственно, мундштук, да, окей. Соответственно, камчатский панч, невский бит. Что там у нас? Опять невский бит, окей. Крымский вайп. Да, да, да. Ну и, собственно говоря, курильский вайп. Вот. И, соответственно, сибирский шейк. Вот. Собственно говоря, все 10 новых вкусов Dark Side Shot действительно удались. Вот. И, как бы, ты можешь их попробовать? Я нашел тут северный трип. Базилик, люква, малина. Почему северный? Это отсылка к табаку северному, что он вкусный, мощный. Это просто... Да, это... Нет, нет, нет. Это отсылка к северному. Товарищ спрашивал, почему не сделали татарский бит, например? Татарский бит, это было бы прикольно. Давайте, северный трип. Трип, услышу ли я там отголоски табака северный. Хороший вкус базилик, люква, малина. Я это все чувствую. Получилось вкусно. Северный трип хороший, но самый лучший северный трип на стенде северном. Спасибо большое. Идем дальше. Вот. Ди Блю Си. Смотрите. Как написание. Ди Блю Си. Сейчас попробуем. Я, кстати, снимался в рекламе Ди Блю Си, если... Это было полгода назад. Нас приглашали в Москву с блогерами, и мы снимали рекламу для Ди Блю Си. Возможно, она в ближайшее время выйдет. Хороший сливочный вкус. Все, что я могу сказать. Идем дальше. Стенд Чебака. Очень много народу. Стенд Масхэв. Посмотрите, какой здоровый стенд Масхэв. Заходить на него, конечно же, мы не будем. Там все понятно. Идем дальше. Мне очень интересна зона маркетплейса. Ох ты. Вон какая зона. Люди чилят, курят. Стенд Маклауд. Вы все знаете, что такое Маклауд. Здравствуйте. Привет. Где у вас чужой? Вот чужой. Чужой 120 тысяч, да? Кальян за 120 тысяч рублей. Дорогие друзья, посмотрите, какая система продувки здесь сделана. Там, типа, такой шарик вставлен, как бриллиант, что ли, можно сказать. Красиво выглядит, да. Интересно. Но 120 тысяч рублей за кальян, это для богатых людей. Точно не для нас. Ну... Здорово, парень. Привет, привет. Хайпа, кстати. Хайп, это бренд от Кука Плейса, и они, помимо своего угля, стали делать еще и бестобачную смесь. Я ее покурил, в целом, это неплохая бестобачная смесь, но я не любитель бестобачных вот этих во всяких смесей, смесей, да, наверное, смесей. По одной причине, потому что я не ощущаю в них эффекта накуривания, эффекта курения. Вот, давай обойдем футрак, чтобы нам тут не застрять. Ребята, мы пришли на зону Marketplace. Тут, как вы видите, вот такие вот мини-стендики. Начнем с 89-го. Это наш стенд Cosmobol и Северный. Здесь вы можете попробовать все вкусы Северный, а также купить чашку Cosmobol. Кальян и Маркос наше производство. Сколько он стоит? 4 тысячи рублей с накладкой. Кальян-палка, отличная кальян-палка. Если вы выбираете себе бюджетный кальян, я вам рекомендую рассмотреть Маркос. В целом, Маркос переводится Mari Cosmo. Кто не знал, пожалуйста. Саша, я бы, знаешь, что хотел попросить тебя чашку показать, которую мы сделали новую. Мы для вас готовили чашки на Джон Кальяна. Мы их сделали 22 штуки, совсем немного. Но они получились с браком. Я постараюсь их до сентября, наверное, доделать. Вот такая вот прикольная чаша. Здесь будет логотип, он сейчас замыт. Но, короче, не получилось. Мы очень сильно торопились. И вот такая вот огромная дыра просто из-за этого чаша не работает. Кто-то сейчас скажет, что она похожа на облако. Да нет. Друзья, если вы поставите... Вот я сейчас держу, и мы рядом поставим облако. То вы увидите, какая разница огромная. Что эти две чашки не похожи друг на друга. Все как по классике. Убивашки, фаналы. Все это у нас было, есть и продается. Кстати, а где мой шланг? Проебал шланг, блядь. Можно? Виталя, ты так напотел, что у тебя аж разводы белые вот тут на футболке. Чего, блядь, я жирный и я этого не стесняюсь. А футболка у тебя хайповская. Блядь, а ты единственный, кто снять эту дерьмо. У меня такая же. Она нормальная. Она по качеству норм. Пойдем, когда ко мне на стенд? Слушай, пойдем. Давай сам сходишь. Ну ладно. Или сейчас пойдем? Пойдем сейчас. А далеко идти? Вот, вот, вон, видишь, геометрия хукоморф табака. А, геометрия хукоморф табака. А вы с ребятами из Краснодара? Ну они из Дагестана вообще, а сейчас в Краснодаре. Из Дагестана продукт именно кальян и табак это Москва. Завод находится в электростале. Отлично. Вот Dota 2. Вот наша совместная линейка. Типа, мы, короче, ты знакомишь вообще с линией игр Cyberpunk 2077? Нет, нет. Ты не видел трейлеров, ты с этим всем не знаком. Выговаривай, пожалуйста. Смотри, я тебе порекомендую перед тем, как, ну, ты можешь попробовать, сделать какие-то умные заключения, но после этого ты можешь посмотреть трейлер игры Cyberpunk 2077. И главный акцент на трейлере сделать трейлер с Киану Ривзом. Потому что каждый у меня вкус заувалирован именно к этому трейлеру, то есть именно к выходу игры. Давай попробуем уже. Давай попробуем. Смотри, T-Back это жесткая хуйня и это на вкус. Кстати, очень-очень красивые колбы перетянутся и вот здесь вот. Да, да, да. Это ребята из геометрии, это их работа. Очень красивые колбы, да и кальяны. Они даже под нас сделали, у них, видишь, есть Dota 2, просто кальянчики и у них есть даже Cyberpunk 2077 именно. Вот такая, кто уже прям... 27 чего? 2077. Да, я понял. Cyberpunk 2077, вот так ты говоришь. Да, 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 в октябре, бля, езжи, бля, раз на раз, бля. Давай попробуем уже. Давай что-нибудь попробуем, надержи. Давай, у меня просто потерялся мой шланг, когда я сюда шел к тебе. Давай найс-сити покурим, я думаю, он более... Они все убитые? 30 минут плюс-минус. Плюс 30 минут. Ну, чтобы ты понял, ты сейчас куришь 30 минут на колено. Блядь на солнышке. Нету, 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 ничего, пусто. Давай покурим попозже, блядь. Давай покурим попозже. Мы к тебе подойдем попозже, подойдем. Тогда, да. Мне интересно вот, ребят, с геометрией пообщаться. Если... Вот она девочка. Здравствуйте. Вот Владик. Привет. Сколько стоят колбы такие? 1200 рублей. Где льете? Где их льете? Где их льете? 500 рублей с кожаным ремешком. А где делаете? Где производите? Россия. Никой с Россией. Отлично. Сколько стоят кальяны сегодня и сколько стоят вообще? 7000 до 12000 сегодня. А так цены разные у нас. Я тебе хочу сказать, что вот эта вот стабилизированная древесина очень красиво смотрится. Не стабилизирована, а это... Стабилизирована. Да, да. Вот. И еще вот этот вот прикольный, типа залачен такой. Акрил. Да, очень красиво смотрится. И лак так красиво лежит. В целом, мне всегда нравились ваши кальяны, но почему-то они в Екатеринбурге мало в каких заведениях стоят. Больше, конечно, стоит New Bionic. Ну, я же тебе не отправлял, да, еще, получается, на обзор. Я же тебе писал недавно. Сейчас поедем в Краснодар, вышлю тебе самые какие-нибудь топовые модели. Спасибо, Влад. Все, мы полетели дальше. Привет. Привет. Хорошие кальяны у геометрии. Мне всегда они нравились. Привет. Привет. Хорошо. Можете показать ваши чашки. Давайте. Давайте. Смотри. Оценивай. Что скажешь? Хорошие чашки. Хорошие. На камеру, да, я вот вижу. Хорошие чашки. Я, правда, не увидел еще пока. Ладно, поздно. Материал. Что за материал? Материал. Все к технологу. Литевая глина. Самая стандартная литевая глина. Шликер. Супер курицы, супер долговечные. Одна уже 50 лет в использовании и ничего с ней еще не случилось. Сколько стоят ваши чашки? Сегодня 400. Все стоят. Так, в розницу Funnel 600. У Бивашки 650. Турки 550 стоят. Ну, соответственно, опт дешевле по опту. Хорошие цены, хорошие. Спасибо. Спасибо. Вы давно на рынке вообще? Ну, год где-то. Пока что не так они часто встречаются и в магазинах, и в заведениях. Мы совсем недавно начали их активно рекламировать. Потому что пока наращивали мощь, чтобы не было задержек с производством. Потому что это самое страшное, чтобы люди не ждали там по 2-3 месяца. Вот. Мы стараемся все делать в срок. Ну, вот. Понял. Хорошо. Спасибо большое. Счастливо. Да, идем дальше. Давайте к Мамаю забежим. Мы тут... А, и ребята из ЮКАП. Ну, я отдельно про них сниму ролик. Они мне отправили кучу кальянов очень красивых. Я отдельно сниму про них видео. Мамай. Очень интересно посмотреть, что у Мамая там. Пойдем? Обойдем? Здравствуйте всем. Всем привет. Здорово. Про что я и говорил, это новые кальяны от Мамая. Смотрите, какая красота. Я так понимаю, это акрил или что это? Порошковая краска? Какая? Порошковая. Не-не. А вот этот самый материал какой? Алюминий. А, это алюминий? Да-да-да. Интересно. Я думал, это... Вручную обрабатываться на станке. Это не ЧПУ станок. Это вручную сделали. В дальнейшем будет уже в серийном производстве чуть-чуть больше допиливаться пока. Ну, я думаю, надо Вовке спросить. Вова, а сколько стоит эта замечательная декорация, дизайн? Я очень постараюсь, чтобы вот это все с колбой. Шахта, муштук, блюдца, колба, гравировки, чашки. Ой, не чашки, блюдца там, короче, все. 7500 постараемся сделать. Где такую колбу взяли? Что это за колба? Сами сделали. Из чего? Из стекла в Пензе. Ну, как в Пензе все делается. В Никольске, да? В Никольске, да. Красный гигант. Красиво, очень красиво, Вова. Я тебе хочу сказать, что я думаю, что эти кальяны у тебя будут продаваться не меньше, чем Кайловерсы там и другие кальяны. Давай, давай так, чтобы пить. Очень, очень, очень красивые. Жду на обзор. Будет. Будет обязательно. Что пьешь? Я тебе давай новый налью. Что? Держи. Давай эти стаканчики. Нет, спасибо, спасибо. Я пошел дальше. Они бухают, а я не пью пока. Ребята, если вам понравился кальян от Мамая, вы также можете написать в комментарии, и я, если вы будете писать, типа, давай разыгрывай Мамая, я его разыграю у себя в Инстаграме. А вы в комментариях на Ютубе пишите. Идем дальше. Хука-3. Хука-3. Давайте зайдем на Хука-3. Ребята, здравствуйте. 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 Можно мне пару вопросов вам? Почему так часто пропадаете? Ну, никуда мы не пропадаем. А ты ногтем подергай, как ты в прошлый раз делал с нашим коленом несколько лет назад. И сделать новость. Где вы были? Куда вы пропали? Мы были в Пензе, работали 24 на 7, чтобы сделать всех счастливыми обладателями. Сколько у вас реально не было на рынке? Года два, наверное? Мы всегда были на рынке. Мы никуда не пропали. Ну, хорошо. Вы выпали из медиапространства кальянова? Наверное, да. Это, наверное, больше камень в твой огород, то, что ты не уделял нам внимания. А, ну хорошо. Отправляйте мне к табаку, хотел сказать, кальян и будем снимать, показывать ребятам. Что у вас новенькое? Сколько это все стоит? Очень красивый вот этот кальян. Это смола, 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 да. Вот эти вот прикольные маленькие мини кальяны из дерева, плюс полиоциталь, да ведь? Полиоциталь. Что за комплектация? Вот к тому, что на стенде, плюс муштук. Без колбы комплектовать, грубо говоря. Шланг будет тоже, да, силиконовый? Шланг будет. Иногда будет, иногда не будет. То есть вот в данный момент нет, а так шланг, да. Спасибо. Спасибо, ребят. Очень рад, что вы вернулись с хорошими кальянами. Я бы хотел вот тут вопрос вот здесь вот задать. А можно вопрос? Не бей, пожалуйста. Можно вопрос? Для чего бить грушу? Здесь? Да. Ну, здесь конкурс состоит. Я могу. А, это конкурс. Я думал, просто люди приходят и... Он не поэтому бьет. Он бьет для того, чтобы вернуться домой и не бить свою девушку прекрасную. Он хочет тут сбросить всю свою такую, знаешь, плохую энергетику и прийти такой. А что за конкурс? А у нас конкурс мы предлагаем самым силачам-бамбулам, которые выиграют первое, второе и третье место. Мы дадим им чашечки бесплатно, которые меняют свой цвет, которые покрыты глазурью и которые являются прям причудесной. Чашечки СТ. Это наша штучка. Мы ее заказали специально, чтобы такие мужественные мужчины вокруг нас собирались и ее колотили. То есть, я правильно понимаю, вот здесь, вот в радиусе 5 метров нельзя говорить, что СТ плохая чаша, а то можно получить по лицу. Ну, я не думаю, я не думаю. Не до такой степени, тем более, что СТ, я надеюсь, ну не такая плохая чаша. Не, хороший чаш. Да, все, спасибо, спасибо. Ой, какие красивые попы. Попы. Идем дальше. Мини-стенд Чебака. И там Чебака, и тут Чебака. Тут, видимо, что-то можно купить. Руда, Облако, DSH, Target, Shisholet, Nanosmoke, Just Original Virginia, Культ. Давайте зайдем на Культ. А, смотрите, вон он, вон он сидит. Вы все, наверное, видели у меня в инстаграме, мне отправили крест хреновый от культа. И Сережа меня обозвал петухом. Пойдемте спросим, кто из нас петух. Здравствуйте, ребят. Самый главный вопрос, самый главный вопрос. Кто не прав, кто не прав в ситуации, когда ты мне отправил хреновый крест? Марат, мы вчера с тобой зарыли топор войны на Лубянке. Его закопал нормально? Я пьяный был. Да как это пьяный? Все было нормально. Договорились. Ну что ты начал опять? Нормально же общались. Понятно все с тобой. Стой! Стой! Я стоял. Сергей, как обычно, дает заднюю. Что, Сергей, у вас нового? Два новых вкуса. Не, Марат, заднюю даю не я. Ты это знаешь. Я, конечно, отработал в одном отделении проктологии. Но тут, как бы, чувак, я лечил тех, кто дает заднюю. Ты, кстати, у меня был там, помнишь? Да. Да, я заходил, у меня была проблема. В целом, по культу все круто. Застрял там твой язык? Не, не. Ну, как бы, вот. А по культу все здорово. Два новых вкуса у тебя. Да. Там я видел картинки, какой-то коктейль и... Менталист. Как? Менталист. Что это за вкус? Пятный коктейль. Обязательно попробуй. Очень вкусно. И второй? И второй Black Sabbath. Это кола ваниль. Дай попробуем. Есть что-то покурить? Ну, ты можешь покурить. Это что за вкус? Это макинтош. А, я макинтош курил. Это яблоко. Очень вкусно. Вот. Надо туда. Это что за... Это менталист? Менталист. А ты в курсе, да? Мне уже Сережа рассказал. Тебе самому нравится менталист? Мне? Я... Все вкусы, которые я разрабатываю, мне все нравятся. Это реально мятная жвачка, постилка. А что еще? Там еще корица еще. Да. И Black Sabbath. Попробуй обязательно. Это кола, пеппер, ваша вишневая ванильная штука. У нас сегодня пришли специально ООО похож. Я не знаю, я там ООО не нахожу, но в целом, типа... Ну, да, сбалансированный, хороший вкус. Все вкусы. Все? Хорошо. Можно я это заберу? Конечно. А то я потерял свой. Это был стенд Культа. Сделали два новых вкуса. Интересных, вкусных. Вообще, ребят, если не пробовали ни разу Культ, попробуйте. Это реально вкусно. Подожди ты. Подожди ты. Мы вновь возвращаемся к вам. И я сейчас пришел на стенд Берна и встретил здесь, наверное, можно сказать, одного из самых непопулярных коляных блогеров. Это Славик Сирожидинов, КМТМ. Привет, Марик. Привет, подписчики Космоглога. Мне говорили, что ты меня что-то искал, искал, ходил, несколько раз приходил на стенд Северный. Какой у тебя вопрос? Привет, Марик. Как дела? Просто поприветствуй. Хорошо. Ты, наверное, один из первых на самом деле догадался, что мы с Ургаевым троллим. Ну, смотри, я, возможно, ошибаюсь, но мне кажется, типа, это было просто в рамках Джека хороший пиар-ход, но чуть-чуть не докрутили. Чуть-чуть. Сейчас объясню. Смотри. Вот мы с тобой делаем договорняк и, смотри, ругаемся и в процессе я говорю, бля, Марик, козел вонючий, там, ля от поля, а, кстати, у него розыгрыш проходит на страничке. Вот тут прям был прям полный просер. Не, ну я же сказал, не розыгрыш проходит, а, типа, вы можете выиграть этот говнокрест. Ну, это понятно. Ну, блядь, Слава, я тебе так скажу, девяносто, наверное, восемь процентов людей нереально в это верили, и два процента догадывались. Надо помнить, что наша аудитория очень многие слова воспринимает как данные, это очень грустно, потому что я вот, помнишь у меня эта уточка с утра? Люди думают, что я бухаю, блядь, а я пью водичку, блядь, ну ты понимаешь? Серьезно так думают? Да. Что ты водку, ты чистейший водяр за вас. Они мне пишут, Слава, вот у меня мама работает там в центре, может тебя, ну, сводить по блату, типа, ты зашьешься там или еще что-нибудь. Серьезно? Ребята, не воспринимайте все за данное. Не воспринимайте. Как ты относишься к словам Моргенштерна? Я хочу вам сказать, что всем звездам на подписчиков похуй. Неправда. Ну, наверное, если ты миллионник и перекрытый, то, наверное, да. Мне не похуй. Мне не похуй. Мне тоже не похуй. Я тоже так согласен. Я пиздец как-то сгорел тогда на пучка с картошкой. Может, видел у меня истории? Не из-за того, что они мне что-то скали, а то, что они на подписчиков выюбнулись. Я только из-за этого сгорел. Хейт в свою сторону похуй. Слав, я тебе скажу, что я от тебя отписался по одной причине, потому что ты на меня не подписан. Это реально так. А у тебя, смотри, у меня есть правило, ребят, послушайте, прикольная теория. Слушай, возьми на заметку. У каждого аккаунта есть три жизни. Сейчас объясняю. Каждая жизнь это одна хуёвая история. Смотри. Ты смотришь мои истории такой, ага, хуйня. Жизнь сгорела, как в Марио. Смотришь вторую, ага. И на третью просто отписываешься. Но если в рамках этих трёх хуёвых историй была одна пиздатое, жизни восполняются. Ага. Ты на меня не подписан, как ты узнаешь? Я был подписан. Я был подписан, у тебя было три хуёвых истории, и я отписался. Я от тебя отписался по одной причине, потому что ты не подписан на меня. Давай прямо сейчас подпишемся. Давай. Нормально. Да. Это возрождение дружеских отношений. Хотя хуй его знает, я думаю, что нет. Слава и меня. Можно на камерку? Олимпик Бир, я пишу. Не нажимай. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Смотри. Вот, вот. И смотри, я нажимаю. Олимпик Бир, я нажимаю подписаться. Вы подписаны. Я отписываюсь, потому что ты не подписан. Ладно. Домой придёшь, подпишешься. Всё, я подпишу. Всё, не будет уведомляшка. Заканчиваю, говорят, заканчиваю. Скажи, пожалуйста, что за вкус вы сделали с Бёрном? Мы сделали три вкуса. Я не буду говорить, что они классные, пиздатые, хуё-маю. Какие по вкусовщине? Виноград, киви и кисляк. Ничего не буду говорить. Пробуйте сами, ваше мнение самое ценное. Всё. Сколько это будет стоить? Точно так же? Сколько же? Да, нахуй завышать ценник. Это дичь. Где появится в ближайшее время? В Космошопе. Это появится точно, да? Да везде, везде. Никаких там эксклюзивов, никакого бреда. Лимитированный? Да, это всё, бля, хуй-та. Если вам нравится, будем делать. А как они называются, эти вкусы? О! Киви-Стонер. 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 Чупа-Грейпер. И типа как? Джеймс Бонн. Ой, Бонн. Джеймс Бонн. Шок, Кёррн Шок. Это как-то там отметка, байка МТМ или что-то ещё. Там логотипчик, типа, ну вот, ой, прости, ну вот, типа, прикольно совместочка. И там косаточки с Питером Гриффином. Скажи, если я назову новую чашку, мы делаем чашки от Космо. Ага. Я могу тебе показать, но это потом, если интернет плохо ловит, я тебе потом покажу. Если я назову её не точка, а тучка. Это будет очень смешно, я, ну, это респект будет, это будет позитивно. Тучка. Конечно, это смешно. Понимаешь, троллинг, если он прикольный, это классно. Слава, спасибо тебе большое. Я хочу тебе пожелать, на самом деле, творческих каких-то взлётов. Взаимно. И чтобы вот это пламя кальянное и харизма кальянное никогда бы не тухло, не касло. Потому что на данный момент я вижу в кальянном блогинге, в благосфере, в кальянной, что очень много кальянных блогеров тухнут. На самом деле нету стимула какого-то снимать, как будто закат пошёл кальянной индустрии. Не, не, не. После самой тёмной ночи, самый яркий рассвет. Всё будет охуенно. С вами был Вячеслав, цитатник ВК. Меня легко найти, невозможно забыть и трудно потерять что-то типа такого. Это всё про славу. Спасибо тебе, Слава. Не волк здесь полез. Давайте. Стэн Смок Энджелс находится в самом центре, в сердце так скажем, всего мероприятия. Прямо напротив. Давайте покажу. Напротив сцены. Отличный антуражный, красивый стэн Смок Энджелс. Я вам хочу сказать, что сейчас очень сильно играет музыка, но это не повод не снимать стэн Смок Энджелс. Смотрите, у них по низу бегущая строка. Я так понимаю, только я это могу показать, потому что... Потому что вечером только я снимаю. Давайте просим новые вкусы. Бля, хамуха! Антон Гайворонский опять мне под ножку поставил. Ну это давно уже. Давайте поближе подойдите, пожалуйста, девушка. Можно, нет? Вы там поговоряйтесь потом, попозже. Я же перелезу. Раз! 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 Марик, осторожней! Ты нам нужен живой! Ну я, подкадил туда. Руслан, хотел контент? Да, здравствуйте. 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 Это вторжение, несанкционированное вторжение. На Украине помните Майдан? Вот то же самое, только у вас на стенде. Я, честно говоря, не помню. Ну, фиг с ним. Здравствуйте. Не представляете, как я сюда зашел, и лучше не надо. Что такое кислая малина? Какой это вкус? Это один из самых топовых и новых вкусов Smallcangels. Вот вы представляете, вы сидите на даче, у вас растет кустарник, малина. Вот вы вот ее ждете, пока она дозреет, но вам ее так дико охота, что вы вот не дожидаясь идете, срываете эту ягодку и съедаете. И вот она еще чуть-чуть не дозревшая, с такой кисленькой приятной и сладостью на послевкусие. Я думаю, что Руслан Закиров вами будет доволен. Спасибо. Давайте, попробуем. Это кислая малина. Да, кислая малина. Да, кислая малина. А есть? Ладно, не получается вставить. Секундочку. Давай, ты сможешь. Никогда не получается вставить с первого раза. Ай-яй, ну ладно, велика. Это тоже мой. Я не болею короной. Она на мне всегда была. Он еще не догретый. Ну это, наверное, я могу сказать, что какой-то малиновый джем больше. Ну это... Она просто не догретая. Ее нужно хорошо прогреть, и она прям будет кислая и кислая. Я не чувствую кислинку, но... Малина очень вкусная. Согласен. Она очень вкусная, но при том, когда ее в чашке куришь, она изначально прямо, если хорошо прогреть на кислая, спустя 20 минут времени она меняет свой вкус и становится сладкой. Чем Smoke Angels отличается от других табаков? Всем. Одни ответ. Ну? Чем виски от кола отличаются? Это ответ на два разных продукта. Все продукты разные, вот и ответ. Все продукты разные. Ладно, хорошо. Один из самых больших стендов здесь на мероприятии – это стенд ZOMA. ZOMA входит в корпорацию DarkSide. DarkSide пиарит ZOMA. Слева от нас дегустационная зона, справа от нас лаунж-зона, где можно покушать. Нам же интересна дегустационная зона. Очень красивая. Сиськи особенно. Давайте... Ребят, можно мы зайдем к вам чуть-чуть? Немного. Нам можно, наверное. Здравствуйте. 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 Как дела? Очень хорошо. Новые вкусы ZOMA какие появились? Новые вкусы? Все старые, сорок штук. Больше ничего не было. Но смотри, тут самое главное то, что мы же перенесли производство с Бразилии в Россию. И старые аромки, они ложатся на нашем производстве чуть-чуть по-другому. Скажем так, как более интересно российскому курильщику. Потому что прошлый продукт, который вот мы представляли на предыдущих фестивалях, он был, скажем так, не настолько яркий на вдохе, насколько яркий на выдохе. Как это привыкли курить в Бразилии. Мы сделали немножечко по-другому и теперь он более привычен нам. Какой самый для тебя лучший вкус из линейки ZOMA? Их, собственно, три. Это, во-первых, как же она, господи, корица, корица синамун. Это кукумба, огурчик. И это мятные цветы со специями. Давай попробуем мятные цветы. И я бы хотел тебя услышать, раз ты работаешь на ZOMA. Чем ZOMA по своей цене, по своей концепции лучше, чем Щербетли, чем Адалия, чем Альфакер и другие табаки за 200 рублей на 50 граммов. Ну, смотри, во-первых, для меня они лучше тем, что гораздо больше интересных вкусов. Интересных, ну, то есть интересных лично мне. Я работаю уже, ну, типа, больше 8 лет, и Адалия, Альфакер лично мне уже приелось. Ну, и гостей удивляет тем, что удивляет меня, мне проще. Ну, и опять же, если берешь домой, то тоже готовые миксы можно взять, они, в принципе, процентов 80 вкусов залетают прямо в чашку и шикарно курятся. 220 рублей, да, по-моему, 220 рублей. 220 рублей, да. Ближайший конкурент в ZOMA назовешь? Ближайшие конкуренты, ну, на мой взгляд, это воздух от элемента. Он наиболее похож по структуре именно сырья, по интересным вкусам. Он тоже очень крутой. Я бы не сказал, что они конкурируют, потому что они чуть-чуть в разных нишах. Ну, хотя, опять же, это конкуренция. Авзал, потому что это классика. Ну, типа, Red Cherry у меня в заведении стоит на постоянку всегда. Я просто ненавижу Авзал. Ненавижу. Мне не нравится привкус, кислый привкус табачного листа. Мне прям вообще не нравится. Ну вот, возможно, будет конкурировать обновленный Alphaker. Но, если честно, в обновленном Alphaker я не очень силен, потому что, домой, я его не беру в заведение. Как-то мы уже привыкли работать там с воздухом, ZOMA и гости к этому тоже. Ты вообще часто покупаешь табаки? Ну, типа, 200-220 рублей за 50 граммов? Либо ты более крепкие табаки куришь? Ну, типа, там, условно, то же самое Darkside. Покупает, возможно, северный, Blackburn и так далее. Ну, покупаю, да, покупаю, опять же, тот же элемент. Покупаю ZOMA домой. Почему? Потому что есть интересные вкусы, которых нет в крепких линейках табаков. Соответственно, в миксах шикарно залетает, дополняет. Ну, опять же, если замиксить с тем же Dark, северным, танжухой, неважно. Крепость не потеряется, интересные ноты добавятся. Почему нет? Давай попробуем. Здравствуйте, можно пока у вас? Прошу, пока нам несут мундштук. Вам нравится ZOMA? Да, мне нравится ZOMA. Что прокурили уже? Фруктовые, тропические, сливы. Что еще нравится из табаков, чтобы вы понимали? В смысле, какой вкус предпочтен? Не-не, бренды табаков тебе нравятся. Dark? Ну, ваш. Все, пока. Наш это что? ZOMA. Хорошо, спасибо. Запомните, я Марик ZOMA. Подписывайтесь на меня в инстаграме. Марик ZOMA. Пишите Марик ZOMA. Я амбассадор ZOMA. Хорошо. Были я напротив на сцене? Это табак северный. Пробовали его? Нет, нет. Не стоит вообще. Невкусно. Это вкус мятные... Мятные цветы. Мятные цветы, но конкретно мне здесь больше видятся не цветы, а больше специи. Бадьян, кардамон. Довольно ярко, шикарно залетают. Это вкусно. Через них обычные лимонады собираются. Мята есть. Я даже сказал бы не мята, а больше эвкалип какой-то, что ли там. Ну и... Привкус... Как вот называется эта специя? Она в виде треугольничка такого. Звездочка. Бадьян. Да, наверное, он есть, да. Реально он там есть. Бадьян там есть. Да, все верно. Ну, для миксов в заведении гостям дополнить миксочек какой-то травянистой ноткой специй, это вообще пушка... Я понял. Спасибо большое. Вам удачи. Перчатки. Вам удачи и... Ну, хороших продаж, я не знаю. А и тебе удачи, чтоб с кайфом все курилось. Все, спасибо. Спасибо. Ребята, мы пришли на стенд Hype. В прошлый раз было много народу, по-моему. Я уж не помню. Здравствуйте, Лев. Хотел вам сказать, что вам еще подкачаться немножко надо, до моих данных. Слабоват. Да, слабоват. Кушайте больше протеина и мяса, я не знаю, занимайтесь спортом, а то как-то, ну, дохляк какой-то, что ли. Вы как-то негармонично смотритесь с бестабачной смесью. Каюсь, грешен, не ведаю, что творю. Давайте попробуем бестабачную смесь вашу. Что такое хайп, во-первых? И чем хайп отличается условно от Chebacca, условно от других бестабачных смесей? Вот смотрите, если мы можем говорить наглядно, я с удовольствием вам покажу, чем мы отличаемся. Сначала визуально. Самое первое визуальное отличие, это то, что мы, камера в студию, мы очень крупные. У нас крупный лист. Мы не про тебя раз говорим, а про чай. Да, у нас крупный лист. Благодарю. Сочетается комплимент. У нас крупный лист, при этом он не теряет свою пышность, хорошо забивается. Там, где нужно 20-25 грамм Chebacca, нашего продукта нужно 12, максимум 15-16 грамм. Какой чайный лист вы используете? Мы используем бирюзовый полуферментированный лист из провинции Хубей. Всем известная история. Часть из этого сырья ферментируется, часть остается просто сушеным. Что вы делаете для того, чтобы у вас не было привкуса чая? Мы следим за его ферментацией. Во-первых, его гигроскопические функции являются пропорцией. Он может впитать в себя кратно 10 раз собственного веса. То есть 100 грамм чая впитывает себя в 10 раз больше, чем у нас. И 100 грамм чая можно сделать килограмм. Совершенно верно. Мы можем сделать килограмм готового продукта. Первый фактор. То есть все наши ингредиенты, компоненты, они абсолютно натуральные. Они приближены к настоящим экстрагированным вкусом и ароматам. Они поэтому и имеют свойство очень хорошо впитываться. И мы подбираем группу ароматов чая, которая созвучна с нашими ароматизаторами. Соответственно, нельзя в животную группу ароматов, когда у вас бриошь или скотный двор или бред. Или бред, это имеется ввиду конская подкова, канализационный люк, бычья кровь, мокрый картон. Я как будто, знаешь, сейчас нахожусь на рэп-баттле, и ты меня просто усираешь. Скотный двор, подкова, чмо, и раунд пошел. Просто в эту группу ароматов, которая есть изначально у сырья, в нее нельзя ложить ягоды, цитрусы. Это просто не созвучно. Если вы хотите туда положить кофе, коньяк, шоколад, да, это будет гармонично. В нашем случае мы ложим, внимание, мангосин, кислый финик, тамарин, кислое, тройное яблоко Эпл-Рейф, где есть желтое, зеленое, красные, спелые яблоки. Мы ложим апельсиновый сок. Соответственно, все эти вкусы, они гармоничны с группой ароматов нашего сырья. То есть наше сырье, оно унифицировано, оно универсально. Оно сочетается с натуральными вкусами и ароматами. Это наша характерная черта. Хорошо, давай попробуем. Давай попробуем, что у вас есть. Самое топовое для тебя. О, сложно сказать. Из девяти вкусов все деви сейчас являются топовыми. Они спорят между собой в объемах продаж. Начнем с самых явных, понятных, мощных. Закончим более тонкими, более элегантными. Хорошо, погнали. Смотри, какой человек интересный в маске. В маске человек. Видишь, Олег? Засними его. А можно вопрос? А вы сильно коронавирус боитесь или просто долбоеб? Просто долбоеб. Понял. Спасибо. Я жду, я жду. Сейчас к нам подойдет уголек. К нам сейчас подойдет уголь. У нас перезабиты чаши. Мы переставим уголек и мы с вами все продегустируем. Сам подойдет? Минут 5-7 я ему помогу, чтобы он сделал к ней сам. 5-7 минут. Тогда мы пока, ребята, вместе с вами пройдем на стенд Сибера. Сюда придем через 5-7 минут. Ребята, мы прямо сейчас идем на стенд Сибера. Повысь этого слова. Тоже огромный стенд. Поделены на три части. Маркетплейс, зона дегустации и лаунж-зона. Мы сейчас идем на зону дегустации. Узнаем, что новенького ребята сделали за период 4-6 месяцев, получается. Ну, с момента Хуклапшоу до сегодняшнего дня. Ребята, здравствуйте. Можно к вам зайти? Можно зайти? Спасибо. Я, если честно, из-за вежливости спросил так, то я бы в любом случае зашел. Что у вас новенького есть? Ой, смотри, мы представляем 5 новых миксов. Назнакомься, это жвачка. А, свои. Да, у меня свой. У меня коронавирус, боюсь. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. А у меня справка есть, я не болею. Да, молодец. А вдруг уже заболел? А? Вдруг уже заболел от кого-то? Не-не-не, у меня свой 0-100. Рассказывай. Что я тебе рассказываю? Про табак. Что именно? Это вкус. Жвачка или что ты сказал? Да, это баблгам у нас идет с виноградом. С черникой. И чуть-чуть вот я чувствую на фоне, знаешь, такую сладкую... Сладкая манго. Ну это вкусно. Да, это прикольно. Что еще есть? Попробуй. Вот у меня у товарища стоит кактус. Это та же самая линейка, что и была, да? То есть вареные бёрли легкие? Да, да, все верно, все верно. Здравствуйте. 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 и лимон отдают свою такую дерговость маленькую. Это чувствуется, что там какая-то зеленка, ну, трава я имею в виду, растительность. На данный момент чуть-чуть перегрето. Сейчас постараемся восстановить. Но хочу заметить, что в целом я не особо любитель кактусов. Почему? Не лежит душа мне кактусу. И на данном этапе я не могу как-то высказаться в поддержку этого вкуса, потому что он зеленый. Ну, то есть там как будто алоэ. Попробуй вот этот вот. Этот вроде не перегретый, но лично для меня. Так, это что за вкус? Это тоже вкус, просто ты сказал, что тот перегретый, мы решили поменять чашку, чтобы... Мне сказали, что он там посадил женщину. Да, да, да. Вот, то есть как тебе вот эта вот чашка? Нет, это однозначно не моя история. Я знаю, что у вас есть вкусы лучше. Так же, как вот эта вот жвачка, она была, как мне кажется, в раз в пять лучше, чем эта. Но, ребят, я еще расскажу. Мне просто не нравятся такие свежие растительные вкусы. Это не трава, это именно кактус и алоэ никогда мне не нравились ни в одном производителе. Вообще, изначально не взлюбил, кактус курить у щербетли я дали. Колоссально отвратительный вкус. Вот, поэтому... Еще три миксера. Да, давай. Все покажу. Что еще есть? Смотри, вот здесь вот у нас представлено, значит, здесь что у нас? Это ванильная газировка, вишня и дыня. Давай ванильную газировку. Давай. Где она? Так, ванильная газировка. Почему все работаете на карме? Большие голяны, удобные, никто их не уронит. Плюс это стиль, красиво. Поэтому мы привыкли к ним работать, это карма и блэйды, всегда удобно, красиво. Плюс их, может, такие всегда стильные, красиво смотрятся. Вот это вот прям вкусно. Честное слово. То есть ванильная газировка, я не могу сказать, что это ванильная газировка. Почему-то мне отдаются отголоски свежести огурцов. Что-то типа такого. Это уже я понимаю, что минут, наверное, 20 прошло курение. Да, наверное, где-то. Свежие чашки прям греются, мы с тобой вернемся к ним, и мы все-таки их попробуем, когда они будут свежие. Вот наш мастер поменяет чашку, когда они будут готовы, мы подойдем с тобой еще раз попробуем. Ребята, я могу смело сказать, смело сказать, что на этом мероприятии есть у меня вау-эффект. Это от вишневой газировки. Это реально охренительный вкус, вишневая газировка. Мы сейчас с тобой пройдем еще дальше. Я прям удивлен, приятно удивлен. Это не думал, что Сибера чем-то меня удивит, но ты даже по моему лицу видишь. Мы старались. Я прям, знаешь, до эйфории дошел от курения. Получил какой-то курительный оргазм. По-другому я не могу назвать, это вкусно реально. Мы старались. Конечно, не так вкусно, как Северный. Ну ладно, погнали дальше. Но без Северного никуда, естественно. Конечно, конечно. Личи, клубника и ревень. Ага. Личи, клубника и ревень. Давайте попробуем. Миш, свежая чаша? Да, очень вкусно. Как тебе? То есть, все то, что вы сейчас представили, и до этого было у вас... Самый первый дроп, который вы делали, полтора дверна год назад, вообще никак не заходил. Мне было отвратительно его курить. Реально, мне не нравился он. То, что нам прислали в офис, и тогда еще было, а по-моему, уже акцизная даже была, честно не помню, было невкусно. То, что я курю сейчас, это реально какое-то перевоплощение Севера в лучшем виде, и реально это курится прям комфортно, вкусно, дымно, легко, насыщенно, и я не знаю, что еще какие-то слова подобрать, но это реально вкусно. Такой вопрос. Ты курил, в принципе, личи, клубнику и ревень в отдельности? Я даже это и ел. Отлично, прекрасно. Как тебе, в принципе, личи, клубника в моновкусах? Вот и смородина, ревень. Я скажу так, то, что личи раньше был один из моих любимых вкусов, так же, как и гуава, но я купил 250 граммов себе щербетли личи, скурил половину, и до тошноты не могу сейчас личи курить, но это вкусно. Пойдем, давай, по последнему дойдем. Реально, ребят, если бы технологии позволяли нам передать вкусовые ощущения табака в камеру, вы бы реально удивились. От ванильной газировки точно. Это реально один, наверное, из лучших вкусов, который был представлен на этом летнем коленном фестивале. Это реально вкусно. Смотри, это наш последний микс. Здесь, значит, кислая вишня, апельсин и лимон. То есть мы собрали, в принципе, кисленькую вишню, совместили все это с цитрусом, апельсин и лимон, получилось что-то цитрусовое такое кисленькое. То есть я курю, я цитрусы, в принципе, очень люблю. И этот микс, он просто прям для меня. Абсолютно стандартный классический микс, ничего классного не чувствую. То есть, ну, ну не вау. Куда больше мне понравилась личи малина, клубника или что там? Да, личи малина. Да, и газировка. Это было хорошо. А вот это, ну это обычно, это вкусно. Сразу говорю, никаких неприятных ноток не чувствую, но это обычно. Это как вам в кальяне, то, что вы попросили, вам забили. Ну то есть, ничего классного. Это не вау-эффект, короче. Смотри, опять же, давай не будем забывать факт того, что это большая выставка. Очень много людей, каждый курит кальям по-своему. Кто-то его может перегреть, кто-то его может убить. Поэтому в этом пакете вся линейка миксов. Ты их дома прокуришь. И мы надеемся услышать от тебя фидбэк того, как это у тебя курилось дома. Вкусно ли было для тебя? Потому что дома, сам понимаешь, они будут, ну, они раскроются. Конечно, обязательно запишу сториз. Спасибо большое. Обязательно запишу сториз после курения данного продукта. Ребята, это не реклама. И у меня нет смысла работать с Сибера. Просто я говорю, когда вкусно, я говорю, что это вкусно. Когда невкусно, я говорю, что это невкусно. Реально удивили. Двумя вкусами, двумя. Точно удивили. Это вкусно было, реально прикольно. Спасибо вам большое. Рады были. Спасибо, что показали. Вот такие вот ребята из Сибера. Они нас радуют всегда классными подарками. На всех коляных мероприятиях нам дарят блогер-боксы. Это красиво, прикольно. Спасибо большое. Да, мы отправляемся заново на стенд. Бестобачная смесь и хайп. Если честно, ребят, вы не представляете, как мне приятно работать для вас, чтобы вы это потом смотрели. Я настолько соскучился от такого формата, когда за мной ходит мой любимый оператор, конечно же, и снимает меня, я что-то вам вещаю на камеру. Реально, если вы... Я думаю, вы это поняли уже сами, смотря на меня через свой монитор. Смотри, как красиво. Это камера передаст это? Охренительно. Вы представляете? Да. Это прям до мурашек. Вот это прям до мурашек. Сейчас будет выступать группа Крем Сода. Никаких больше вечеринок. Извините, у меня голос сел. А также... Плачу на техно... Ой, Дима Густой идет. Ой, это не он. А это Славик МТМ. Ой, опять не он. Ну, ладно, похож, по крайней мере. Лев, давай, с чего мы начинаем? С мангостина. Мангустина. Хорошо. Что такое мангустин, так и не сказал? Мангостина это тайский экзотический фрукт. Белая мякоть, черные косточки. Очень яркий, экзотический, с легкой ноткой цитрусов и свежий. Скажу так, мангустин чем-то похож на чеснок, но при этом он очень вкусный, сладкий. И, ну, реально, весь Таиланд переполнен мангустином. Всегда. Он очень, он реально... Когда я приезжаю в Таиланд, я, ну, ем 2 килограмма за день спокойно. Это один из лучших фруктов вообще в мире, чтобы вы понимали. Ну, не скажу, что вкусно, не скажу, что вкусно. Приятно, вкусно мангустина конкретно там не чувствую, но приятно, сладенько. Это что за вкус? Сколько людей, столько и мне. Сколько людей, столько и мне. Это нормально. О вкусах не спорят, они говорят. Дальше говорим о вкусе Тамарин. Это кислый финик. Семейство бобовых. Экзотическая индийская история. Легкие специи. Можно почувствовать инжир, чернослив. Ну и, возможно, узвар. Только что видели, что прокурил. Да, это необычный фрукт. Я почему-то там чувствую отголоски арбуза немножко. Свежего зеленого арбуза. По поводу кислоты. Да, по поводу кислоты. Здесь надо понимать, что его надо забить правильно, чтобы он давал кислоту. Это не, как правильно сказать, не трудно, наверное, так сказать. Скажем, трудная табачная, бестабачная смесь. И для того, чтобы она была у вас кислая, надо забить немножко в касание. Немножко в касание, и она будет тогда давать кислоту. На данный момент, я так понимаю, забита не в касание. Кислота есть, но очень минимально. Это что за вкус? Это апельсиновый сок. Традиционная классика жанра. Апельсиновый сок. Кстати, ты говорил о том, что у вас табачное сырье. Ой, бестабачное сырье. Оно не позволяет класть туда какие-то фруктовые, что-то еще. Типа кофе, там вот это вот. У нас как раз-таки табачное сырье будет другое. А бестабачное сырье позволяет как раз-таки класть и накладывать на себя такие вот экзотические, фруктовые, там, допустим, цитрусовые, понятные ноты. То есть наше сырье не вылазит из гармонии и ароматики. Если говорить про апельсин, четкий привкус апельсина, ничего лишнего. Просто четкий привкус апельсина, условно сок, фруктовый сад апельсин. Ну, вкусно. Нет, нет, я сейчас на пятом, на четвертом закончу. Это что у вас? Сочный виноград, да? Сочный красный виноград. Это красный виноград. Это смесь двух красных виноградов, зеленого и спелого. Мне отправили блогер-бокс, отправили всю абсолютно смесь, бестабачную, хайп. Такого вкуса у себя в офисе я не добился. То, что я сейчас курю здесь, поистине другой продукт. Абсолютно отличается от того, что мне приезжало. Я не знаю, почему на мероприятиях все курится вкуснее. Возможно, зависит от рук, возможно, что-то рукой забивал. Но виноград, я чувствую абсолютно конкретный виноград. Как будто я реально его взял, вот эта вот желешка, там, мякоть винограда. Она реально присутствует в этом вкусе. И я на данный момент не чувствую привкуса чая. Это очень вкусно, очень вкусно, реально, очень вкусно. Лев, спасибо тебе огромное. На свой взгляд, топ-3 вкуса от хайпа. Топ-3 мангостин, виноград и кислое яблоко. Спасибо большое, Лев. Очень приятно было с тобой пообщаться. Качайся побольше, чтобы до меня дорасти. Ребята, очень жаль, на самом деле, и мне очень от этого грустно, что этот замечательный фестиваль подходит к концу. Я бы хотел снимать для вас больше, дольше и информативнее. Но у нас всего лишь есть 10 часов для того, чтобы снять. Я постарался, я честно вам скажу, мы ходили, снимали с опера, там 3 часа. И мне было очень приятно работать для вас. Спасибо вам огромное, что смотрели мой выпуск. Если вам не трудно, воткните лайк, напишите свой комментарий. Обязательно скиньте своему другу, чтобы он тоже посмотрел. Ну и, если получится, дай бог, мы увидимся с вами на Зинюн Джон Кальяна. И там постараемся также встретиться и снять для вас хороший, классный контент. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами дальше, не знаю когда. До новых встреч и пока-пока. Реально очень грустно от этого. Реально очень грустно от этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова